всем привет хочу сегодня поговорить на очень важную и очень такую личную тему по поводу откатов кто у нас в обучении наверно уже встречали мой пост мой текст по поводу откатов которые писала год назад то есть сейчас у нас ноябрь 2023 и тот самый текст я писала в октябре кому интересно кто не в обучении напишите комментарии я вам скину этот текст полностью в общем что такое откаты и почему об этом важно писать почему об этом важно говорить потому что когда мы входим на этот путь духовного развития мы входим на путь работы над собой проработок вот этого всего и мы такие короче начинаем над собой работать 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 и нам становится легче нам становится классным становится свободному как будто бы просыпаемся но в один момент мы понимаем что как бы да мы вот сделали такую большую 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 работу и жизнь вроде бы поменялась а потом снова случается вот этот вот весь бытовой слой этой жизни и мы начинаем кружиться в этом особенно если у вас есть дети особенно если у вас есть бытовуха вот это когда утром проснулся проснулся все ходить собрать погрузить потом отвезти потом прийти вот этот вот огромная пласт посуды который валяется и это все прибрать потом вроде бы сесть немножко времени на себе там чуть-чуть помедитировать сделать вид что я духовный потом снова детей забирать они кричат и очень сложно человеку который сделал какую-то работу над собой тому человеку который знает что может быть по-другому тому человеку который знает что может быть не так тому что вот это вот состояние которое меня все задолбало оно не нормальное я могу по-другому но он этот человек этого состояния не достигает вот тут может случиться откат тут может случиться откат на ту тему что а у меня не получается это вся эта ваша духовность фигня да все что делаю не так жизнь тлен и вообще я недостоин какой-то недостой какой-то жизни хорошей счастливой спокойной и вот как бы есть почему я записываю сейчас это видео потому что то через что я проживаю кто у нас на обучении кто сейчас посмотрит это видео прямо там сегодня да те знают что сегодня утром я моим утром я отменила эфир потому что я утром проснулась а у меня состояние меня трясет меня просто трясет уже наверное третью неделю я сама не очень понимаю почему то есть наверное я понимаю почему но не хочу в этом признаваться но меня сильно трясет потрясывает и но просто сегодня утром я понимаю что я не могу от этого абстрагироваться и я не смогу провести разборы с людьми не смогу помочь людям потому что я не в том состоянии себя чувствую плохо я чувствую плохо физически я чувствую плохо ментально, и я первый раз за все вообще время отменила свой эфир. Было ли мне это сложно? Конечно, было бы. Мне это было так сложно написать просто, ребят, извините, сегодня я не приду. Я понимаю, что там есть 10 человек, которые ко мне записаны, которые ждут, ждут разговоры со мной, которым я могу помочь. Ну, я просто представила, вот это интересная история, кстати, такой маленький лайфхак. Если вы не знаете, там, ну, вот от чего-то отказаться, не отказаться, попробуйте прожить это как бы в моменте. То есть у меня такое ощущение случилось, что я просто на секунду как бы замедлилась и увидела себя вот в этих разборах, которые у меня должны случиться буквально через час. Я себя увидела в них, и я поняла, что я в них абсолютно отстраненная, что люди ко мне подключаются, и я вот сижу, и я им что-то транслирую, но при этом это как будто бы не я, и как будто бы я совершенно не несу пользу, и это как будто бы какой-то мой автомат, то есть такой режим автопилота. И в этот момент я понимаю, что хорошо, если я буду проводить разборы, то что будет происходить, то я тогда не дам пользу людям, потому что я увидела вот этот вот виток реальности, где это просто какой-то автомат, автомат Яны, который делает разбор, который пытается помочь людям, дает какую-то обратную связь, обратная связь может быть полезная, потому что, ну, есть определенный плац знаний, но нету вот этой внутренней части, нету души. То есть полную пользу этот разбор людям не принесет. Дальше, окей, если я посмотрю на Яну, что будет с ней? она переступит через себя, она сделает этот разбор в ущерб себе, в ущерб своему состоянию, и в итоге не даст пользы людям и не даст пользы себе. Я просто понимаю, что это, ну, блин, экстренная такая, экстренная мера тому, чтобы сказать, извините, ребят, я не могу, я сегодня не могу, встретимся завтра, ну, в смысле, там, вечером, по нашему времени. Для меня, я понимаю, что для меня это будет утро, для меня это будет следующий день, я просто утром встану, это будет совсем по-другому, я проживу это свое состояние, которое у меня происходит сегодня, я не буду его транслировать на людей, и это будет высшее благо. То есть иногда нам отстоять свои границы и сказать, как бы, нет, хотя мне по восьмерке, по моей, у меня восьмерка в центре, для меня очень сложно подставить людей, то есть я до последнего не думала, что я откажусь, потому что до последнего я не могла представить, ну, как так, ну, люди же, они же сделали какие-то планы, они вот там сидят, ждут, вот это вот все, а я такая скажу, блин, нет, извините, я не могу. То есть, ну, как бы, это идет такое, какое-то подставление человека, подставление не одного человека, а десятерых, которые все записались ко мне на эфир, вот. Но, возвращаясь к тому, что я вам сказала раньше, я такая, типа, нет, ладно, наверное, лучше будет этого не делать, вот. То есть, к чему я это? К тому, что каждый человек может проживать какие-то такие состояния, которые, которые он не хочет, может быть, проживать, то есть, хочу ли я проживать то, что вот у меня сейчас это вот состояние какой-то тревоги, состояние, как будто бы я живу не свою жизнь, нет, я не хочу это проживать, но проживаю ли я его? Да, проживаю. С этим нужно что-то делать. Вот. Важно ли отставивание своей границ? Абсолютно важно, потому что мы часто пытаемся помочь, пытаемся быть хорошим для семьи, для детей, для друзей, для работы. и в этих попытках быть вот таким вот супер-мега-успешным, супер-мега-эффективным, мы забываем про себя в итоге, наша эффективность внутренняя падает, и в итоге мы не становимся настолько эффективными, настолько хорошими, насколько мы можем быть для наших друзей, для нашей семьи. То есть, например, даже на примере семьи, если мы возьмём эту же историю, грубо говоря, вот есть женщины, которые много терпят, много терпят ради детей, ради семьи, ради всего. И потом это прихопливает тому, что эти женщины срываются, они выходят из, они выходят из своего ресурсного состояния. Эти женщины, которые живут ради своих мужей, ради своих детей, которые приносят себя в жертву, они думают, что я делаю только лучше, я делаю лучше для семьи, я делаю лучше для мужа, я делаю лучше для детей. Но в этот же момент, каждый раз они, когда переступают через себя, они у себя крадут вот это вот ресурсное состояние. И когда они крадут это свое ресурсное состояние, они не могут быть уже настолько классными мамами, они не могут быть настолько классными женами. Поэтому это крайне важно, отслеживать свое вот это вот состояние, состояние печали, состояние тревоги, состояние нересурсности и сказать всем стоп, стоп, я не могу больше. Я уверена, что то же самое, что многое касается мужчин тоже, но, наверное, мое видео будет больше обращено именно к женщинам, потому что у женщин, да, вот там многозадачность, ей нужно быть и классной мамой, ей нужно быть и классной женой. И классной в карьере, и в самореализации, быть красивой, при этом умной, но при этом нельзя быть слишком умной, чтобы не показаться такой как будто бы заумной. И при этом нужно как бы все держать под контролем, но нельзя быть слишком контролирующей, потому что если она слишком контролирующая, то все на нее начнут обижаться и говорят, что ты пытаешься держать все под контролем. И как будто это просто такой взрыв мозга, девочки, мальчики, это такой жуткий взрыв мозга. что взять и просто сказать, ребят, знаете что, мне нужен перерыв, мне нужно немножко побыть в стороне. Это важное умение, которое нужно научиться делать всем. И возвращаясь к моей истории про откаты, потому что я начала это видео вообще про откаты, вот в этих всех состояниях, когда мы устоим, когда вот это вот всё вокруг, всё-всё-всё вверх закрутится, а когда мы начинаем жить жизнь осознанно, мы начинаем творить нашу жизнь, мы видим, что она к нам что-то притягивается, что вот вообще, что столько всего происходит, то есть одна из побочек осознанности, про кое-какие побочки осознанности я говорила в других своих видео на канале, не буду повторяться, но именно вот эта вот побочка осознанности, то, что ты начинаешь замечать вообще всё, что происходит. То есть, например, я как будто бы вижу сбоку, я не знаю, как это писать, но как будто бы я вижу сбоку, что происходит вот жизнь детей, жизнь мужа, жизнь свекрови, жизнь на работе, жизнь клиентов, вот это всё, оно как будто бы это куча кинолент, то есть если я возьму помещу себя, если бы я бы это могла бы проиллюстрировать, я бы, наверное, это сделала так, вот стою я, и много-много-много-много кинолент, как будто бы они вокруг, да, вот это всё, я это всё вижу, то есть раньше до определённой осознанности, до того момента, когда я не хочу сказать, что я там супер-мега пропудилась, не хочу это говорить, но вот в моменте, когда я жила более такую бытовую жизнь, я как будто бы не замечала всех, как будто бы, например, приходит человек, там, меня обижает, или что-то говорит неприятное, я там обижаюсь, я потом на него смотрю свои призмы, и там вот это всё, а сейчас как будто бы я вижу его со стороны, я вижу со стороны другого человека, и как бы вот эти все жизни, они все вокруг меня, и плюс одновременно я вижу свою жизнь, я вижу много вариантов своей жизни, и это всё одновременно, это всё очень много, и это всё, и этого всего вот очень много, то есть в английском, да, есть выражение overwhelming, то есть overwhelming, когда этого прям всё на тебя настолько, что ты не можешь с этим справиться, мне кажется, что это сейчас то, что немножко происходит со мной, но вот в этот момент сказать так, блин, знаете что, всё, мне нужно время выдохнуть, я сейчас себя чувствую какашкой, и это нормально, Сергей у нас, он, Сергей в нашей команде по консультантам Максима Ульянова, он такую классную фразу сказал, меня прям это пробило, он сказал фразу, тебе просто надо отдохнуть и потухлить, я говорю, я не хочу быть тухлой кошкой, я не хочу, а тухлый мышь, я сказала, типа я не хочу тухлить, я не привыкла тухлить, я привыкла быть, ну, такой батарейка, которая заряжает всех, заряжает всё вокруг, я не привыкла тухлить, а он сказал, говорит, типа, ну, в детском саду же дети тоже не, вот я сейчас вам говорю, да, у меня сразу слезы на глазах, он говорит, ну, в детском саду же дети тоже не хотят спать, но это им надо. И я такая вау, это настолько глубоко, то есть такая простая фраза, настолько глубокая. И вспоминая там себя в детском саду, что я не хотела спать. И вроде бы как я даже не видела смысла спать, я не видела в этом ценности. Например, сейчас глядя на своих детей, я вижу насколько ценно, блин, им лечь поспать днём, потому что потом им даст кучу энергии, это им даст хорошее настроение. А если они не лягут спать днём, они будут бояться, боятся что-то пропустить. Все им не лягут, потом вечер они уже будут тупые такие, они ничего не будут не хотеть, им будет всё не нравиться. И вместо того, чтобы потом поспать сейчас немножко и потом быть очень в классном настроении, они выбирают этого не делать, они выбирают бустовать. Я спать не хочу, я хочу проживать эту жизнь, но потом у них батарейка и они такие уже всё, короче, и столько и столько нету веселья, столько нету интересов, сколько могло было быть. И это такая фраза прикольная, и это вот такой интересный момент, надо просто разрешить себя потухлить, как в детском саду поспать, реально. Я таковала, прикольно, вот, это то, что я сейчас тебе разрешаю делать, немножко потухлить, немножко побыть вот такой с Каташечкой, которая грустная, которая плохо, то есть вот даже сейчас я вам записываю видео, у меня время 4.30, в это время я должна забирать ребёнка, у меня это пятница, я должна к ней приехать на футбол, посмотреть, как она играет, забрать другую, мы должны пойти на пикник, то есть обычно вот это вот время вот мы сделали, что мы как бы его проводим вместе. Но я понимаю, что я не могу, я не могу это время провести, вместе качественно. Мы организовали помощницу, мы организовали няню, мой император проработки в восторге. Я провожу это время для себя, сидеть, тихонечко работать, аккуратно, никуда не торопясь. Вот у меня случилось вдохновение записать вам видео, то есть я видео на свой YouTube не записывала месяц, наверное, может больше. У меня случилось это вдохновение, я это делаю, возможно, это поможет вам. Если поможет, обязательно напишите мне в комментариях, если у вас есть какие-то инсайты, потому что для меня это важно. У меня 17-я шестёрка, мне важна похвала всех дня. Но дело в том, что вот представляете, если бы я принесла себя в жертву опять и пошла туда, куда я чувствовала, что мне не нужно идти, потому что у меня просто нет ресурса. вот сейчас я бы с вами бы не разговаривала, и вы бы не испытали тот инсайт, который, я надеюсь, вы испытали, потому что я уверена, что много людей находятся вот именно в этой позиции, именно в том, что, блин, ничего не получается, всё сыпется, всё рушится. И вот это вот состояние того, что столько, столько, столько всего происходит, что проще заснуть, снова заснуть и пойти в то состояние, в котором вы были до вот этой всей духовности, до вот этого всего пробуждения, намного проще. Это очень манит. Я вам так скажу. Это так манит. Мне самой вот честно, мне самой так иногда хочется забыть про эту всю духовность, устроиться на работу с девяти до пяти, не думать ни о чём, ни о проблемах мира, ни о своих проблемах. Просто думать, что я кусок мяса, который просто живёт вот эту жизнь, которому нужно ходить на работу, зарабатывать деньги, раз в месяц идти в отпуск, воспитывать свои детей, именно воспитывать, то есть не жить с ними, не дарить им что-то, именно воспитывать своих детей. В этой всей идеологии жить намного проще. Правда, конечно, проще. Но счастливее ли это жизнь? Сомневаюсь. Я ни на секундочки не сомневаюсь в своём выборе, который я сделала, именно уходить в эти откровения, делиться, помогать людям, смотреть за миром, что происходит, быть вот в том состоянии, в котором я сейчас нахожусь. Я ни чуточки не жалею. Тяжёлые ли бывают эти состояния? Да. Честно скажу, очень. Но важно не сдаваться. Важно знать, что не просто так мы пришли сюда, не просто так мы пришли в этот мир. Сдаваться нету смысла, потому что вот моё самое любимое упражнение, я его часто делаю, о нём говорю людям во время моих разборов, да, в школе, надо, наверное, записать медитацию, пора, наверное, записать медитацию именно вот на эту тему. Напишите в комментариях, если вы хотите увидеть эту медитацию. Медитацию на тему того, что если завтра кирпич на голову, да, вот сегодня, сейчас кирпич на голову, и душа вылетает над телом, и вот душа просто смотрит, окей, а что я вообще добилась? А что я делала? И я просто понимаю, что, например, если я уйду в это вот ботовое такое состояние, и моя душа вылетит из тела, она такая подумает, блин, ну что, ну опять, ну реально, ну ты же вот была так близко, ну вот ты вот чуть-чуть не дотерпела. Вот, я просто понимаю, что это будет примерно как-то так. Вот, я поэтому такая, нет, ладно, я в этом отношении, я сюда пришла, я уже дошла вот до этого уровня, я не буду сейчас сдаваться. Поэтому, пожалуйста, я вас очень прошу, не сдавайтесь, пишите всем, кому хорошо, всем, кому плохо. Пишите, делитесь, я вас очень люблю. Спасибо.